В результате работы контроля методом «Тайный покупатель» в нашей области были выявлены факты выдачи ряда фиктивных медицинских справок, актов технического осмотра автомобилей. Проверки были проведены в специализированном ЦОНе, а также Центре обслуживания населения. Всего в прошлом году Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции было проведено 87 визитов в 81 организацию, где оказывают государственные услуги. Целью проекта является участие общественности в противодействии коррупции, а также выявлении административных барьеров, влекущих коррупционные риски. Так, в ходе мониторинга работы специализированного ЦОНа в январе этого года было выявлено, что услугополучатели предоставляют фиктивные акты прохождения технического осмотра автотранспорта. Как выяснилось, такой документ можно приобрести на сайте объявлений. Тайный покупатель позвонил по одному из указанных в объявлении номеру, и ему на возмездной основе готовы были предоставить акт без осмотра машины. В итоге такого черного продавца привлекли к ответственности. Был выявлен факт реализации за 5000 тенге медицинской справкой 086 формы. Гражданин Турегалеев, имея медицинское образование, работая в фельдшерном техническом колледже, изготовил поддельные штампы и печати одной из медицинской организаций города Уральск, и реализовывал вот эти поддельные медицинские справки. Тайные покупатели также посещают центры обслуживания населения, где ими были выявлены огромные очереди. Сотрудники ЦОНа говорят, что это связано с переводом услуг в электронный формат. Однако для их получения людям необходимо взять электронно-цифровую подпись. Именно поэтому и возникают очереди. Основная причина – это рост электронных услуг. То есть ранее оказываемые в бумажной форме, в связи с требованием цифровизации и всеобщей, они были переведены в электронный формат. К примеру, прикрепление к медицинским организациям, выдача справок туберкулезного труба, нарко-псих диспансеров. В связи с этим, чтобы получить данные электронные услуги, населению необходимо сперва получить электронно-цифровую подпись. То есть они два раза как минимум уходят в ЦОН, обращаются, стоят в очереди. На сегодняшний день 752 услуги переведены в цифровой формат. Всего в прошлом году ЦОНами региона было выдано 192 тысячи ЭЦП. Сами сотрудники Центра обслуживания населения не скрывают, что причиной очереди является также дефицит сотрудников. В этом году передали, например, поликлиники, регистратор прикрепления к поликлиникам. Например, тоже создает нам проблему, то, что люди приходят к нам, обращаются. При прикреплении к поликлинике, раньше это можно было сделать на местах в поликлиниках, а в этом году только через ЦОН прикрепление. Услугополучатели обращаются, например, они должны знать фамилию и имя отчества участкового врача. Они этого не знают. Это тоже создает проблему. Специалисты отмечают, что проект «Тайный покупатель» доказал свою эффективность и планируется, что в этом году мониторинги государственных учреждений, а также объекты бизнеса будут продолжены. Юлия Мутылова, Ербол Миндагалиев, Нуртай Батаргали, телеканал Акжеик.